Сегодня в парламенте Карачева-Черкесии состоялась очередная 55-я сессия Народного собрания 6-го созыва. На нём обсудили проект закона о меценатской деятельности. Всего на повестке заседания Президиума рассмотрели 24 вопроса. О ходе работы законотворческого процесса сессии расскажет Альбина Ламкова. В работе очередной 55-й сессии Народного собрания 6-го созыва принял участие член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ахмад Салпагаров. Он представил вниманию отчёт о его деятельности, отметив, что работа сложилась на фоне важных общественно-политических событий. Ужесточилось и без того беспрецедентное давление со стороны недружественных стран. Период непростой, но, тем не менее, органы всех Литвей власти провели сложную работу, отметил Ахмад Анзорович. В 2023 году состоялось 22 заседания Совета Федерации. Рассмотрено более 690 законодательных актов. Основной вектор работы был направлен на решение задач по реализации послания президента Российской Федерации, достижение стратегических целей по развитию регионов, повышение уровня и качества жизни наших граждан. Одной из важнейших задач законодателей в прошлом году стало разработка и принятие дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Затем парламентарии приступили к рассмотрению вопросов. На повестку заседания президиума было внесено около 20 проектов законов и постановлений. Они касались бюджетной и социальной сфер, кадровых вопросов экологии, налогообложения и многие другие темы. Так, заместитель председателя Народного собрания Корчаева Черкесии Мусаик Деков представил доклад проекта «Закон о меценатской деятельности в нашей республике». Рассказал, в чем его польза, в частности, создание благоприятных условий для инвесторов, для того, чтобы они вкладывали еще больше инвестиций в социальные и культурные объекты, отметил Мусах Абалевич. Любой меценат, откровенно говоря, хочет видеть плоды своей деятельности максимально эффективно. И в этом смысле, когда есть очень хорошее качественное взаимодействие государства и бизнеса, тогда получается очень хороший эффект. Вот на своем примере я могу это подтвердить. Неизменным остается социальная направленность бюджета республики. Глава перед нами эти задачи ставит, что в первую очередь решать вопросы социального характера. Соответственно, мы и дополнительные доходы, и остатки прошлого года направили как на контракты, которые были неоплачены в том году, плюс увеличиваем расходы на меры поддержки, связанные с детьми-участниками СВО. Направляются, они будут, летний отдых будет организован для детей, которые с подшеевной территории. Также у нас они будут в республике, и мы их встречаем. Будут проходить летняя здоровительная кампания. Денежные средства будут направлены на завершение ремонта школ и медицинских учреждений. Также в ведомстве готовят проектную документацию для ремонта детского дома. Используемый набор мер позволит реализовать послание главы республики и поучаствовать в федеральных проектах для развития сети государственных учреждений, отметил Вадим Камышан. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаева, Черкесия.